Когда Путин рассказывает вам, что НАТО собирается как-то там с Россией воевать еще с кем-то, вы просто посмотрите на историю НАТО последних годов. История НАТО последних годов — это уменьшение их влияния, планомерное, все последние лет 10-15, потому что все такие, слушайте, в 21 веке никто не воюет, то есть есть локальные операции, ну зачем нам вот это вот все, зачем нам бесконечное производство стингеров, леопарды новые, зачем мы на это деньги тратим? Давайте лучше тратить деньги на образование, на все остальное, Трамп ругался с европейскими лидерами по поводу того, что, значит, они как-то недоплачивают денег в НАТО, его это очень напрягало. НАТО разваливалось как структура, потому что никто не видел в ней необходимости. Все такие, ребята, нам зачем военный альянс, если мы не собираемся ни с кем воевать? И Владимир Путин стал тем, кто НАТО воскресил. Никогда за последние десятилетия НАТО не было так востребовано, как сейчас. НАТО снова один из самых могущественных и влиятельных альянсов мира. Его снова закидывают деньгами. Вот когда начинают говорить, что Путин немецкий шпион, да, тут невольно задумаешься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok